Вышел покурить и разморозил весь подъезд. Затопило подвал фекалиями, а там нет четырех метров канализационной трубы. Многие северодвинцы ругают жилищников, но сегодня речь пойдет не о них, а о жильцах. О коммунальных курьезах сегодня нам рассказали сотрудники управляющей компании. Этому подъезду в старой хрущевке на труда 32 еще недавно могли позавидовать даже новостройки. Заботу о нем на себя взяла 74-летняя пенсионерка. На собственные деньги установила пластиковое окно, посадила цветы. Из последних покупок – современный биметаллический радиатор. Лично купила 6 тысяч, она стоила. И до управления пригласила, чтобы они мне поставили батарею. Бесплатно? Бесплатно. Вот так она стояла. Приходит соседка и говорит, батарею сняли. Я говорю, как сняли? Да, вот 15 минут, сняли батарею. От отопительного прибора остались одни крючки. Соседи злоумышленников не заметили. Но пенсионерка уверена – это дело рук кого-то из своих. Воровство могло бы закончиться и трагедией. Если бы преступники не перекрыли вентиль, мог бы проснуться гейзер из кипятка. Как бы то ни было, за отсутствие бдительности теперь заплатит управляющая компания. На деньги жильцов купят новый радиатор. А в соседнем дворе раскошелиться весь подъезд заставила – вредная привычка соседа. На третьем этаже покурили, мороз, окно оставили открытое, стояк отопления замерз. Естественно, чтобы восстановить, это требуются и людские ресурсы, а часто еще и материальные. Здесь менять придется не только батарею, а весь стояк с первого по пятый этаж. Новые трубы обойдутся в 30 тысяч рублей. Можно сказать, что сигарета жильца обошлась соседям ремонтом половины лестничной клетки. А пока температура в доме чуть выше, чем на улице. Еще один подъезд на днях пострадал от фекалий. В нечистых бедах виновным оказалось воровство. Жилищники констатировали – из подвала украдено 4 метра старой канализационной чугунной трубы. Правда, как уверяют коммунальщики, есть кого и похвалить. Например, жители Торцево-73. В 4 утра они залезли на чердак и спасли дом от горячего потопа. Они взяли ведра, и пока не приехала аварийная бригада, не допустили протечек как в свою квартиру, так и в ниже расположенные, а оказали помощь, и эту воду, значит, капала водичка, текла водичка в ведро и выносили. Поэтому я, естественно, по телефону поблагодарила этих жителей. Жилищники говорят, критику в свой адрес слышат часто. Но в коммунальных бедах часто виноваты и жильцы. Поэтому справляться с авариями предлагают сообща. Анна Бибикова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска.